здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на своем канале пожалуйста не пугайтесь это у меня просыпаются глоксини и я решила вам показать как они у меня зимуют зимовка первогодних глоксини да и принципе и второлетних я скажем так я их не кладу спать это как им хочется одни вот до сих пор зеленые растут это уже повытягивались за зиму стали такие колбаски я им даю волю пока они не растят в свой клубин где-то примере ну где-то вот если такой клубин значит уже можно его класть спать как грецкий орех это такой ориентир который я вычитала на одном из форумов посвященным глоксиниям и девочки все рекомендуют ориентироваться именно на этот размер клубня принципе вот смотря и начиная заниматься глоксиниями я пришла к такому заключению что люди которые занимаются непосредственно выращиванием глоксини именно листьев черенков там деток и так далее они практически не кладут глоксинии спать и если глоксиния не засыпает ей не устраивает принудительный период покоя так как листики нужны всегда и их можно укоренять вообще круглогодично постоянно не давая им засыпать при этом вот в этом видео я хочу вам рассказать как я поступаю с глоксиниями которые у меня просыпаются вот к примеру возьмем два три варианта глоксинии вернее четыре сейчас минут получилось у меня пять вариантов глоксинии это очень старая глоксиния и они у меня все зимуют вот в таком виде я больше всего предпочитаю зимовку именно когда глоксинии ложатся спать я их один на один в горшках вот так вот ставлю и на окошке они у меня в прохладных темном месте получается одно на одно ставится в углу окна становятся и здесь темно и они себе спокойно замечательно спят это глоксиния не проснулась и она будет пересаживаться уже когда начнет здесь просыпаться то вот такой клубень очень большой этой глоксинии уже наверно лет пять-семь не знаю очень много я пересаживаю ее только тогда когда она начинает пересыпаться значит эту мы оставляем в сторону ждем пока появятся ростки есть такой у меня еще вариант был я уронила коробку и они у него все бы выпадали я решила эти клубеньки вот так вот и оставить и они у меня видно что начали уже просыпаться я не люблю хранить пакетах там девочки хранят и так далее мне не нравится этот метод я предпочитаю хранить в торфе у меня так все сохраняется и практически нету потерь а вот в этом виде ну можно пропустить или она запреет или замокнет или не так в общем каждый конечно как привык я рассказываю какой у меня опыт и мне вот такой метод хранения не нравится и когда они вот просыпаются сейчас их нужно тоже вот сажать в торф вот видно что одни длиннее стали другие короче просто вот эта длина черешка это не то что я пропустила это сама глоксиния такая она всегда вытаскивается такая длинная вот еще советские старые теперь следующий вариант когда глоксиния просыпается это она не засыпала у меня вот у нее получилось вот такое вот все длинное потому что росла на стеллаже удлинялась ей не было достаточно освещения и она в один момент у меня затормозилась и начала просыпаться уже вот в этой точке в листиках что вот таком случае делать я вам сейчас буду все рассказывать вот этот самый лучший вариант когда глоксиния проснулась и вы ее увидели вот она вот 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 да вот она молодец такая только-только начала выползать это самый лучший вариант для того чтобы ее пересадить после пробуждения здесь можно сказать и немножко чуть-чуть пропустила но все таки они как-то все по-разному просыпаются хотя по сортам они просыпаются практически в одно и то же время вот тоже та же анфиса не практически одинаковые тоже нужно пересаживать и сейчас я вам расскажу и покажу как я это делаю так торф для глоксинии я беру такой же как и для фиалок это лафлора 30 процентов перлита в принципе все то же самое никакой другой науки нету я сажаю это все в один и тот же торф вот видно какой он рыхлый воздухопроницаемый перлит добавили он разрыхлился и размяли все комочки кусочки и вот такой вот конститенции торф видите да не мхасва ничего я не добавляю и так торф я вам рассказала теперь берем с вами давайте вот этот случай когда мы полностью вытаскиваем ее из горшочка вот какой же взять стаканчик или горшочек чтобы посадить эту красавицу первое что нужно знать и помнить что стаканы большие большую тару глоксинии не любят и я вот такие вот деточки можно использовать такой стакан можно использовать такой я думаю что это уже второгоднее растение я посажу этот клубенек вот сюда вот в этот стаканчик но я не буду слишком много набирать земли я наберу где-то вот по вот этот уровень торф и посажу его многие обрабатывают марганцовкой там все я марганцовку к ней отношусь очень осторожно потому что это препарат ей можно пережить все что угодно и скажем так не советую не думаю что марганцовка там сильно все поубивает то что надо если клубен сохранился он нормальный жизнеспособный и то что если мы хотим сделать обработку вот так чуть-чуть я присыпаю буквально весь вот весь клубен немножко вот пальчиком подвигать и весь клубень он уже сверху вот так присыпаю и оставляю присыпаем оставляем сейчас я вам наглядно покажу вот вот эти листочки вот мы их чуть-чуть мы присыпаем по верхний лист вот так можно вот эти нижние листочки убрать но я их не убираю я присыпаю по этот уровень клубень должен быть находиться практически сверху поливаете вы когда желательно на клубень не попадать желательно когда вы поливаете поливаете по краю горшка при желании вы конечно же можете сделать дренажные отверстия я дренажные отверстия не делаю я уже как привыкла так и поливаю на фитиль я тоже не ставлю бегонии не пробовала не знаю не хочу пробовать я боюсь что я потеряю клубень и мне не хочется в этом в этот момент времени сейчас экспериментировать именно с фитилем и я думаю что если вы начинающий любитель глоксини вам не надо фитиль вам нужно попробовать и научиться их выращивать и поливать без светиля ну это мое такое мнение поэтому для меня глоксини на фитиле это что-то страшное скажу честно потому что я как бы больше люблю когда глоксини растут на окне без фитиля это конечно же мое мнение поэтому я не призываю к действиям просто обращаю внимание что если у вас немного глоксини не нужно их ставить на фитиль и пытаться сделать какие то с ним другие манипуляции и так посадили и мы теперь это все поливаем по краю горшочка буквально чуть-чуть буквально слегка не сильно много я не добавляю никаких не всяких улучшителей я не обрабатываю никакими стимуляторами ничем все вот я посадила в землю свежий торф полила поставила на окошко следующий очень важный момент это через две недели как я пересадила через недельки две может быть три буду смотреть по росту глоксини я провожу комплексную протравку от клеща и всякой такой гадости потому что она остается на листочках она остается на клубеньках останется где-то в остаточном местах и чтобы потом не страдать от того что вовремя не сделала я всегда это действие делаю весной когда они еще в стадии расцветия и таким образом останавливается таким образом пресекаю появление вредителя в тот момент когда глоксини начинает зацветать и так с такими девочками мы все разобрались теперь идем дальше так если у вас очень длинный я хотела показать у меня какой-то он интересной формы получился так ему захотелось я не обрезаю ничего пускай он такой будет вот такой вот уже длинненький черешок еще раз повторюсь это особенность сорта из сорта которые удлиняются и у них это нормальное явление ничего здесь я не пропустила не бойтесь если вы вдруг увидели что вас очень длинная это не вместе просыпались смотрите одна коротенькая вторая уже какая вымахала это просто сорт мы берем подсыпаем чуть чуть выше вот так вот по верхней листочке при подсыпаем торф теперь теперь возвращаемся к тем что я сказала что мне больше всего нравится аккуратненько вытаскиваем из стаканчика аккуратно отбираем тот торф который у нас был все я вам показываю как я делаю вот видно сверху была земля сухая а вот здесь вот она влажная и глубинь очень хорошо сохранился он молодой и маленький вот эти все корешки я убираю она нарастет новые они нам не нужны аккуратненько убираем 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 все красавец можно много много не надо если торф немножко остался ничего страшного и корешки вот эти мы видим что они живые мы их тоже можем оставить ничего страшного вот так выглядит глубинек который жил в земле всю зиму он заснул а теперь проснулся не мне как-то больше нравится когда они в торфе зимуют ну не знает а мне так нравится такое вот маленький маленькое такое чудо мы возвращаем мы возвращаем вот такой же стаканчик в каком он рос опять же насыпаем свежий торф делаем небольшое углубление я ее не буду много сжать здесь много всего мы берем ножка корешки разравниваем и возвращаем землю назад и слегка присыпаем чуть-чуть буквально главное не засыпать в то что мы проснулась у нас нельзя засыпать над эти молодые листочки молодые побеги ни в коем случае все вот так вот аккуратно стараемся на листики молодые не попадать все вот так вот немножко прижали полили опять же полили по краю горшочка дали немножко напитаться много сразу не даем воды пускай по мере роста она определит сколько ей пить на много сразу поливать не нужно нужно поливать по чуть-чуть чтобы сама глоксиния справилась с той водой которая у вас в горшке опять же нужно следить за поливом много не поливать все эту красавицу мы пересадили когда пересаживаем обязательно название сорта возвращаем в стаканчик чтобы у нас сорт остался глоксиния очень много и они друг на друга похожи достаточно чтобы не терять название сорта обязательно сорт подписываем возвращаем назад это можно сказать я немножко пропустила потому что она уже пошла расти вот видно где корни но ничего страшного сейчас пересадим землю нужно менять каждый год глоксиния потому что все таки они больше любят когда торф свеженький это их такая задача сейчас посмотрим какой у нас клубень там остался корни я в этом случае много не оббираю я их буквально чуть-чуть может быть чуть-чуть уберу и старые сильно много корней здесь я не убираю так у меня здесь еще удобрение посыпалось так и смотрим на клубень вот клубень у нас видно какой он красивый все вот так вот я ее чуть-чуть могу еще убрать землю торф все вот я брала могу вот эти корни немножко снять все больше не надо ее трогать пусть она дальше себе растет и развивается все больше я обирать не буду так я дальше ее сажаю в такой же стаканчик как и был потому что клубень не очень большой он вот такого размера так сажаем торф я всегда использую свежий всегда использую свежий то что было в горшке я выбрасываю или подсыпаю там фикусом пальмам полностью практически меняю торф опять же глубоко не закапываем буквально слегка так можно чуть-чуть подстучать протрусить чуть-чуть примять и получается вот такая вот красавица растет дальше возвращаем на место палочку обязательно и опять же поливаем если мы корни травмировали то лучше поливать на следующий день ничего с локсиньями не случится если она у вас день проведет вот в таком стаканчике со слегка влажным торфом теперь следующий очень интересный вариант который я считаю самый сложный в этом случае потому что здесь нужно принимать решение принимать решение следующее мы будем ее разводить или будем обрывать или что делать дело то что когда вы только начинаете выращивать глоксиньи очень важно понимать то что вот это все нужно оставлять на первый на второй год потому что пока ботва зеленая у вас растет клубень это очень важное знание которое спасет ваше глоксиньи от того что вы ее просто недоразвитом виде положите спать и она у вас может не перезимовать поэтому пускай лучше уже будет такая страшная несчастная вытянутая но она будет с большим красивым хорошим клубнем и так что я вот таких случаях делаю вот в самом интересном вот этом случае я предлагаю не трогать глоксиньи оставить ее как есть и дать возможность отрастить вот эту детку побольше чтобы можно было ее снять и укоренить потом когда деточка подрастет достаточно крупной чтобы ее можно было снять хотя бы еще немножко ну чтобы она подросла вот эти листочки чтобы развили что было у нас 4 листочка 2 пары листочков более-менее крупненьких тогда мы можем взять снять вот эту деточку поснимать вот эти листочки листочки я думаю можно и сейчас пообревать давайте пообреваем чтобы вся сила у нас пошла вот в эту детку и потом уже когда мы будем отделять вот эту деточку мы с вами возьмем и уберем стебель и пересадим уже сам саму глоксиньи я всегда стараюсь глоксинии отламывать и укоренять листьями в любое время года и всегда когда получается вот ну где то вот так я ее оборвала и даем силу расти вот этой детки эту вот часть если она сама захочет она уберет не это ставит и так смотрим что у нас здесь листья листья конечно поврежденные из этого желтого уже ничего не будет а листочки сейчас я вам покажу я их обрываю и делаю все как с фиалками так и делаю с глоксиньями обламываю я их не отрезаю я обламываю всегда ногтями ногтями я среза не касаюсь я просто придерживаю и она сама ломается там где ей надо и даем даем срезом подсохнуть и сажаем где-то течение 15 минут у нас подсыхает срез и мы сажаем эти листочки в горшочки так горшочки берем маленькие большие не надо брать все листики сажаются вот такие вот маленькие шстаканчики которые у нас 100 граммовые так мы взяли листочки у нас уже зарубцевалась и я сажаю вот так их сюда когда листочки поврежденные я не знаю буду я их не знаю попробуем дадим им шанс и сажаем если видим что листики маленькие тоненькие слабенькие можно их посадить по два но такие листочки тоже очень хорошо укореняются и растут самое интересное что укореняются растут и дают деток вот так мы посадили обязательно напишем название сорта и через полчаса где-то я их полью если торф влажный можно не поливать локсине главное очень этот баланс влаги соблюсти и тогда будет хорошо итак вот такой у нас получился результат теперь листочки ставим в теплички качестве тепличек я использую обыкновенные бутербродные пакеты я не люблю здесь пакеты у них очень сильно много влаги на мой взгляд ну это на мой взгляд кто как привык тот так пускай делает и это все я ставлю укореняться и обязательно подписываем название сорта это у нас шарм не это у нас ривьера и ставим пускай себе растут так теперь еще один вариант который у нас есть с глоксиниями это вот такой когда у нас детка вышла непосредственно из клубни что мы делаем в этом случае в этом случае я беру опять вытаскиваем здесь можно смело убирать вот этот побег прямо так убрали она сама отсохнет куда ей надо но если боитесь с руками можете ножом или чем-то очень острым отрезать опять же пересаживаем обираем старые ненужные корни сухие если видите что корни уже молодые отросли значит нужно их оставить так и сажаем видно что клубенек маленький сажаем в такой же стаканчик опять делаем углубление я уже решила в одном видео вам все варианты показать получилось конечно немножко длинное но что поделаешь лучше в одном видео чтобы вы увидели все варианты которые возможны опять же глубоко не закапываем и приминаем все так теперь дальше теперь очень важный момент это следующий в этом случае это вот эту вот штуку можно выбросить вот то что мы сломали вот эта длина можно ее выбросить можно обломать вот эту длину и попробовать укоренить вот эту вот глоксинию веточку уже в торфе если она у вас нормального качества не вялая ничего можно попробовать давайте попробуем я потом вам покажу я потом вам я потом вам покажу и отчитаюсь как же мы себя чувствуем и как глоксинии мои после этой пересадки себя чувствуют и листочки тоже теперь следующий очень важный момент это ставить глоксинию на очень яркое освещаемое место чтобы она у нас не вытаскивалась на самое яркое окно конечно же без попадания прямых солнечных лучей глоксинии не любит прямого солнца только прикрытого но яркого освещаемого солнца вот такое окно у нас подойдет потому что если мы сейчас им не обеспечим нужное освещение они у нас повытягиваются но если вас это устраивает ничего страшного если вытянутся все равно они потом зацветут теперь напоминаю что после пересадки мы сразу не поливаем мы поливаем после пересадки через 2-3 часа можно дольше смотря какая у вас температура в помещении поливаете глоксинии и ставите их на яркий свет но нужно знать и помнить что глоксиниям нужна обязательно обработка от клеща именно пробрызгивание чтобы не было результата такого что глоксиния уже готовится цвести а ее очень сильно и качественно кушает клещ потому что бывает очень часто глоксиния очень вкусная так же как и фиалочки и другие растения комнатные поэтому это мы все должны с вами помнить и ухаживать за глоксиниями и подготавливать их к красивому пышному цветению многие скажут что вот они же еще не заболели дело в том что когда глоксиния только просыпается новые молодые листочки они еще не успевают вам показать что у них какое-то там заражение все равно клещ он живет селится и находится в помещении и когда цветок просыпается очень замечательно наполняет вот все это все эту красоту все эти листочки начинает кушать был у меня к сожалению горький опыт я не сделала протравку потому что не успела потом пошла бутонизация мне стало жалко и в конечном итоге я все обрывала и травила уже со слезами на глазах потому что было очень жалко дождаться год чтобы они зацвели и не увидеть цветения поэтому сейчас я уже имея свой горький опыт травлю уже в таком состоянии вот через недели две я уже начну после пересадки их массово прошлась и забыла они у меня прекрасно замечательно будут потом цвести и радовать это мой личный опыт я приглашаю вас поделиться вашим опытом как вы пересаживаете глоксини как они у вас укореняются может у вас какие-то вопросы есть ко мне что же я дальше с ними буду делать буду обязательно отчитываться как я с ними что и как они у меня будут расти я очень люблю глоксини такое длинное видео записала чтобы вам рассказать и показать наглядно все возможные варианты всевозможные варианты когда просыпаются глоксини наши молодые замечательные красавицы которые потом летом нас будут радовать цветением спасибо спасибо за просмотр если будут вопросы обязательно задавайте красивых цветов хорошего настроения приглашаю на мой новый канал там тоже будут пересадки и буду вам показывать поэтому я надеюсь что там тоже вам будет очень интересно еще раз спасибо за просмотр красивых цветов хорошего настроения до новых встреч до свидания до новых встреч 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 до новых встреч